Как всегда, о налогах, бухгалтерии и праве. На самом деле, когда я готовился к сегодняшнему выступлению, я поймал себя на мысли, что как-то мало материала есть, который вам представить. Может не хватить на полчаса. С другой стороны, я себя поймал сразу же на другой, на противоположной мысли. Материала настолько много, что выбрать из него то, что действительно самое актуальное, оказалось очень сложным. Поэтому то, что подобрал, то хотел до вас донести в самую первую очередь. Поскольку мы все с вами связаны с объектами интеллектуальной собственности, с правами на в большей части программное обеспечение, в меньшей части это какие-то дизайны и так далее, произведения различные, с первого мая у нас с вами действуют новые правила, которые позволяют охранять свою собственность более эффективно. Если до первого мая все эти правила распространялись только на фильмы, то есть авторы, режиссеры и кто там еще в фильмах является автором, могли пользоваться этими правилами, то на сегодняшний день у нас такими же правилами охраняются фонограммы, сообщения в эфир, база данных, произведения литературы, программы ЭВМ и исполнение. Исполнение это что-то типа фонограммы и так далее. Похоже. С первого мая 2015 года упрощен порядок защиты своих прав на такие объекты. Если раньше у нас порядок не был прописан, как защищать свои права, то сегодня у нас порядок действует такой, что вы можете двумя способами защищать свои права, а именно если вы обнаружили какой-либо свой объект в интернете. У нас, кстати, нередко бывают такие обращения от наших партнеров, когда они обнаруживают свои какие-то модули где-то либо в интернете, либо у нас же в том же маркетплейсе, переписанные кем-то другим, недобросовестным. И мы с этим уже сталкиваемся, обращаем на это внимание. Это, я думаю, поможет и нам, и вам. У нас сейчас два пути защиты своих прав есть. Первый путь – это досудебный путь удаления нелегального контента. Он появился с первого мая, когда вы, как правообладатель, стартуете, а именно направляете заявление о нарушении ваших прав владельцу сайта. Вы это делаете напрямую. Если раньше вам требовалось направлять такое заявление, прикладывая документы о правообладателе, прикладывая свои все подтверждения ваших авторских прав и тому подобное, то на сегодняшний день у вас нет такой необходимости. В заявлении вы пишете информацию о правообладателя, пишете объект, какой нарушает, по вашему мнению, размещенный на чужом сайте, доменное имя и адрес, на котором размещено, указываете то, что разрешение правообладателя отсутствует, согласие на обработку персональных данных. Если вы, как физлицо, направляете такое заявление, вы должны дать согласие тому лицу, ваши персональные данные обрабатывайте, обращаться к вам за тем. И документ, удостоверяющий полномочия действовать от имени правообладателя, если вы не сами правообладатель, а чьи-то другие интересы защищаете. Вот такое простое заявление направляется владельцу сайта. Кто такой владелец сайта? А владелец сайта обязан по законодательству сегодня разместить на своем сайте информацию о своем наименовании и информацию о фактическом адресе и адресе электронной почты. То есть это обязательно сегодня требуется по законодательству. Кстати, посмотрите на свои собственные сайты, чтобы у вас такая информация на сайте была. Плюс ко всему, это сейчас не является суперобязательным, но желательным, чтобы у вас был выделенный специальный электронный адрес для приема заявлений от правообладателей, чтобы это заявление попадало сразу к нужному лицу, потому как здесь срок рассмотрения претензий 24 часа. В течение 24 часов вы, как владелец сайта, либо если нарушили чьи-то права, либо не уверены, нарушили вы их или нет, вы удаляете контент, либо если вы не нарушили права, и у вас есть все подтверждения тому, что вы правы, то вы отвечаете, что у вас есть права на размещение такого объекта. И если у вас эта информация попадет на общий сайт, какой-нибудь инфо-собака и дальше ваш домен, то он может затеряться, и за 24 часа вы просто не успеете. Будучи правообладателем, второй этап или судебное урегулирование, которое на сегодняшний день тоже стало очень приятным моментом. Правообладатель, первый шаг, который делает, он подает заявление в Мосгорсуд. Это именно туда нужно. Не по своему месту, не по месту еще какой-либо регистрации, а именно в Мосгорсуд. Подается заявление об обеспечительных мерах, то есть это еще не сам иск. Это просто заявление в Мосгорсуд о том, что вы обнаружили факт неправомерного использования вашего объекта и просите суд принять обеспечительные меры. Суд принимает эти обеспечительные меры в день поступления вашего заявления, выносит определение, выдает исполнительный лист, и вы этот исполнительный лист с заявлением о принятии отправляете в Роскомнадзор. Роскомнадзор на первом шаге, в течение трех рабочих дней он дает такое время провайдеру. Он сам устанавливает, кто провайдер ресурса, отправляет провайдеру требования, провайдер связывается с владельцем сайта и в течение одного рабочего дня он должен это сделать, и владелец в течение одного рабочего дня должен либо удалить сам информацию, либо ограничить доступ к этой информации извне. Если так не случилось, и в течение этих трех рабочих дней Роскомнадзор результата не увидел, он в этом случае приступает к шагу номер два. Он обращается к оператору связи, и оператор связи в течение 24 часов ограничивает доступ к этому объекту на этом ресурсе. Ваша задача не опоздать вот с чем. После того, как принял суд обеспечительные меры, вы должны не сложить руки, а вы должны в течение 15 дней предъявить иск. В этом случае будет процесс закончен и легитимен. Если вы иск не предъявляете, то блокировка снимается. То есть считается, что вы ничего, претензий не предъявляли. Роскомнадзор выпустил недавно свои рекомендации, вот реквизиты, вернее название этих рекомендаций у меня справа приведено. Они не имеют ни номера, ни даты. Это информация на сайте Роскомнадзора. Что он нам предлагает как правообладателям? Во-первых, в первую очередь заниматься досудебным уведомлением владельцев ресурсов, потому что большая часть из них все-таки являются незлостными нарушителями, а делают это неосознанно. И поэтому они удалят такой контент, скорее всего, либо запретят доступ к нему. Избегать досудебных обращений к операторам связи. Не надо в досудебном порядке обращаться самим к каким-то провайдерам. Они не реагируют на такие обращения. Предварительные обеспечительные меры только после досудебного информирования. То есть сначала все-таки проинформируйте владельца, и потом приступайте к досудебному урегулированию, то есть к судебному урегулированию. И включайте в список ваших претензий максимальное количество ваших объектов, которые там находятся, на этом ресурсе. Это то, что порекомендовал Роскомнадзор по процедуре. При обращении в суд, когда вы подаете документы в суд, Роскомнадзор опять же рекомендует обязательно указывайте размещение объекта, его IP-адрес, DNS, URL, сведения об объекте правообладатели. Там для разных видов объектов Роскомнадзор рекомендует разную информацию указывать. Для музыкальных произведений, для литературных и так далее. Для программ для ЭВМ он рекомендует указывать наименование, номер версии ПО. Подтверждение прав обязательно в суде нужно указывать и доказывать. Это у нас с вами договор и свидетельство, или сам лицензионный носитель с указанием правообладателя. Кроме того, в нарушении ваших прав вы должны представить доказательство, что там было размещено что-то незаконно. Вы совершенно спокойно делаете скриншоты, а Роскомнадзор говорит дополнительно, а если это невозможно увидеть на скриншоте, поскольку это какой-то всплывающий элемент или еще что-то такое, то снимайте видеозахват с экрана специальными программами, и это будет являться доказательством. И последняя рекомендация. Если у нас какой-то ресурс уже второй раз нарушил, и второй раз на него подали в суд, то при втором рассмотрении дела в суде, в Мосгорсуде, суд самостоятельно рассматривает вопрос о применении мер по постоянной блокировке. То есть этот ресурс больше никогда не будет доступен в России в принципе. Так вот, если первый раз на ресурс подали, он исправился, если на него подали второй раз, и это тоже правомерно, то суд может, он не обязан, но может принять решение о постоянной блокировке. Так вот, Роскомнадзор рекомендует заявлять постоянную блокировку на домене второго уровня, чтобы с домена второго уровня шла постоянная блокировка. Вот это то, что нам рекомендовал Роскомнадзор, как поступать в защите своих прав. По поводу персональных данных. Я знаю шквал вопросов у всех, и у юристов тоже, и у меня у самого куча вопросов, на которые нет ответа. Что у нас на сегодняшний день есть из комментариев к этому закону 152 по персональным данным? Ответ – ничего. Проблема в том, что законодатель, когда принимал этот закон 152, он ни один орган не уполномочил выдавать официальные рекомендации и официальные ответы по данному закону. Ну, например, смотрим закон о страховых взносах. Кто уполномочен разъяснять? Минтруд – уполномочен разъяснять. Замечательно, пишем туда. Закон налоговый кодекс – уполномочен разъяснять. Минфин – замечательно, пишем туда. Закон о персональных данных – кто уполномочен разъяснять? Афиг его знает. Поэтому Роскомнадзор, как ни пытается, он, конечно, может выпустить разъяснения, рекомендации, но они не пройдут Минюст, потому что у Роскомнадзора нет таких полномочий. Но все-таки какую-то информацию нужно дать. Так вот у нас с вами эта информация за 265 рублей теперь доступна в библиотечке российской газеты, называется «Комментарии к закону 152 ФЗ, выпущенные под руководством Роскомнадзора». Я здесь, конечно, между двумя настроениями борюсь. С одной стороны, государственный орган выпускает некоторые комментарии, которые еще на коммерческой основе продает, а я без этого, например, не могу понять, как мне поступать и исполнять закон. Это мне кажется плохо. Но с другой стороны, Роскомнадзор сам между двух огней, потому что он официальные Роскомнадзоровские разъяснения издать не сможет. В общем, мы сами сейчас собираемся закупиться такой литературой и почитать внимательно, поскольку там полноценный комментарий к разным спорным сложным ситуациям. Ну, например, в этих комментариях разъясняется, что если пользователь самостоятельно сам на свой страх и риск зарегистрировался на каком-то ресурсе, ввел свои реквизиты, а там плюс еще есть соглашение об использовании персональных данных либо соглашение об использовании данных для рекламных рассылок и так далее, и так далее, то тогда Роскомнадзор говорит, вы сами это сделали и вы сами согласились. Поэтому если вы недовольны, то обращайтесь туда, где регистрировались и по установленным там правилам отписывайтесь либо от рассылок, либо вообще от участия вот в том ресурсе. Если вашу фотографию разместили в интернете, то проверьте, не сами ли вы виноваты, когда вы сами ее загружали на какой-то ресурс, который сам по себе предполагает перепост. Если ресурс предполагает возможность перепоста, то то, что вы там разместили свою фотографию, автоматически означает, что вы сказали, да, пожалуйста, ресурс делает перепост, и значит я даю право автоматом свою фотографию перепостить. Причем здесь другая фамилия имена? Вот используются фотографии, у меня вот этот пример, на УРА-5 используются фотографии, а далее, что вы знаете, или вы такие формы? Ну это, наверное, не персональные данные, тут другой вопрос. Биометрические не совпадают с теми, которые там есть, это сложно. Я не могу сейчас сказать точно, но это явно не вот к этой ситуации. Если у вас на фотографии несколько человек, и вы фотографировались в это время всей компании, будь то на берегу моря в то время, когда вы должны были работать, будь то за кружкой водки, а вы всем говорите, что вы не пьете, это ваша проблема, потому что это вы тогда фотографировались. Любое лицо из тех, кто на этой фотографии есть, может разместить, а то, что вы тогда фотографировались, то это считается, вы автоматом дали свое согласие любым, кто в этой компании был, эту фотографию размещать, при условии, что они там сами есть. Если там человека нет, а он ее разместил, это вопрос уже более проблемный. А если там есть лицо, которое на фотографии есть, и вы там тоже есть, то вы ничего не сможете сделать, потому что вы этого не запрещали. Ну и так далее. Если вы регистрируетесь в соцсетях, то, соответственно, вы соглашаетесь со всеми теми правилами, которые там есть. Это считается, что вы персональные данные, сделали общедоступными собственно на свой страх и риск. Вот что там говорит Роскомнадзор. Это только одна из маленьких частей. Там же говорится про то, насколько легитимна электронная галочка согласия или нет. И так далее, и так далее. Все это там есть, но, скажу честно, у меня у самого пока полного текста еще тоже нет. По импортозамещению Сергей уже говорил. Что я хотел добавить? Сегодня этот законопроект, точнее, уже принят он, закон у нас 19 июня был принят Государственной Думой в третьем чтении. Он находится в Совете Федерации и с большой долей вероятности будет подписан и опубликован и вступит в действие с 2016 года. Что у нас здесь? Появляется единый реестр программного обеспечения и баз данных. Этот единый реестр будет подтверждать, что то ПО, которое туда включено и база данных, является российского происхождения. И порядок ведения этого реестра определяет правительство Российской Федерации. В самом законе установлены критерии, по которым можно сразу посмотреть, а попадает ли ваше ПО в этот реестр или не попадает. И вот в этом законе у нас есть следующие критерии к реестру. Во-первых, исключительные права. Они должны принадлежать либо гражданам России, либо коммерческим организациям, у которых доля участия граждан России более 50%, либо некоммерческим организациям, если их органы управления формируются гражданами России. Вот это первое. То есть исключительные права должны принадлежать либо одному, либо всем этим лицам. Если у вас исключительные права принадлежат иностранной компании, либо компании, созданные иностранными гражданами, про 50% здесь не забываем, то тогда у нас с вами это не российское ПО с точки зрения закона. Второе. Свободно реализуется на всей территории России, либо экземпляры продаются, либо права использования каким-либо образом предоставляются по лицензионным, сублицензионным договорам. И здесь ключевые слова не только свободно реализуются, но и на всей территории России. То есть, чтобы не было исключений относительно каких-то территорий. Мы понимаем, о чем здесь идет речь. Речь идет о территориях, попавших под санкции. И последнее. Выплаты по лицензионным договорам, договорам на разработку и так далее. Если вы распространяете ПО, но при этом кому-то выплачиваете лицензионные роялт, либо оплачиваете разработку, так вот такие выплаты не должны быть 30 и выше процентов, если эти выплаты происходят иностранным компаниям, или компаниям, даже пусть российским, но контролируемым иностранными лицами. То есть, у вас на субподряде есть компания, которая разрабатывает вам какие-то модули, вы выплачиваете за разработку, это у вас составляет более 30 процентов вашей выручки, а то российское ООО, которому вы платите, имеет учредителем кипрский офшор. В вашем случае вы соскочили с этого критерия. В проекте, когда его рассматривали, был следующий еще момент. Компания должна быть обязательно зарегистрирована, как компания в сфере IT-технологий в Минкомсвязи регистрацию пройти, это первый, который не попал в окончательный текст закона, и программное ПО должно быть обязательно зарегистрировано в Роспатенте. Вот эти два критерия, они в закон не попали. То есть, этих требований нет. Есть одна, правда, загвоздка. В этих требованиях написано, что правительство может определить иные дополнительные критерии, которые пожелает. Пока такого нет. С ПО и с юридическими вопросами закончим. С трудовыми вопросами. Отраслевое федеральное соглашение для отраслей связи и информационных технологий. Кто-то наверняка вообще первый раз о таком слышит. Так вот, что хочу сказать. У нас этот вопрос встал в этом году очень интересным образом, поскольку представители области в сфере IT-технологий были не привлечены к работе над этим отраслевым соглашением и не знали о том, что оно вообще в принципе появляется. На самом деле проблема вот какая. Дело в том, что компании обязаны применять все положения, записанные в этом отраслевом соглашении. Это отраслевое соглашение – это некий такой общеколлективный трудовой договор. То есть, что компания предоставляет сотрудникам, какие социальные гарантии, трудовые и так далее. И, соответственно, что сотрудники компании, как сотрудники с этим работают. Вот это соглашение, оно обязательно для всех организаций, которые не успели отказаться от применения этого соглашения. Если вы не знали о таком, значит, вы не отказались. А раз вы не отказались, значит, вы обязаны его применять. По большой части, сравнив это соглашение с соглашениями в других отраслях, например, в отрасли угольной, в отрасли газовой, я пришел к выводу, что это самое беззубое и самое безобидное соглашение из всяких отраслей. Потому что в нем, как правило, записаны те нормы, которые строго в Трудовом кодексе и так есть. Может быть, мы с вами их кто-то там и не выполняет, но в Трудовом кодексе они есть. Поэтому здесь, в отличие от других соглашений, нет норм, которые нас бы обязывали сделать что-то больше, чем Трудовой кодекс. Но надо помнить, что в Трудовом кодексе есть обязанность направлять на улучшение условий охраны труда не меньше, чем 0,2% от затрат на какие-то мероприятия по охране труда. Раз. Специальная оценка условий труда. Это у нас и так. Есть обязанность раз в пять лет проводить спецоценку условий труда каждого рабочего места. На прошлых партнерках я вам говорил, что отменили аттестацию, которая была необязательна для работников офисных, но ввели спецоценку, которая обязательно для всех. Раз в пять лет это нужно сделать и запомните, что к концу 2017 года мы должны это сделать обязательно. Медицинские осмотры сотрудников. Как бы то ни было печально, при работе на вычислительной технике более 50% рабочего времени обязанность проведения медицинских осмотров при приеме на работу, периодических, она существует. И эта обязанность установлена Трудовым кодексом. И работодатель обязан возмещать такие расходы, если работники сами направляются, а не организация такой целенаправленный процесс сделала, заключила договор. А работодатель обязан компенсировать эти расходы. Инструктаж по охране труда. Есть такое требование, мало кто его соблюдает, но знаете, что оно есть. И в соглашении это написано. Санитарно-бытовое обслуживание. Это различные комнаты приема пищи, комнаты отдыха, психологической разгрузки и так далее. Тоже это есть. Социальные гарантии, связанные с различными видами матпомощи, там при рождении ребенка, при смерти родственников и так далее. И последнее, это индексация заработной платы. Если раньше этот вопрос был дискуссионным, и суды разную позицию высказывали относительно индексации заработной платы в связи с инфляцией. На сегодняшний день вышло определение, точнее постановление Конституционного суда, в котором он определил, что независимо от формы собственности, независимо от подчиненности, все организации обязаны проводить индексацию заработной платы как минимум ежегодно, если иное не предусмотрено в отраслевых соглашениях. В этом соглашении предусмотрена ежегодная индексация заработной платы. В отличие от других сфер и отраслей, в этом соглашении написано производить индексацию в связи с ростом цен, так как в Трудовом кодексе. А, например, у газовщиков написано проводить индексацию на индекс роста потребительских цен. То есть там написано конкретно, на какой процент надо проиндексировать. Здесь нам сказали, индексировать надо, но как это вы будете делать? Вы записываете в своих внутренних нормативных актах по труду. Минтруд своим письмом от 5 мая, вот это соглашение довел нам до сведений, разместил его в российской газете, то есть мы с ним уже с вами согласились. Кто-то отказался от соглашения? Поднимите руки. Были ли те, кто отказался? То есть написал в Минтруд письмо о том, что мы отказываемся, и написал почему. Нет, значит мы все с вами его применяем. А сейчас уже поздно, надо было отказываться 30 дней от публикации. По антиофшорам. У нас с вами тоже тема достаточно живая. Что касается антиофшоров. Есть у кого-то здесь интерес к этой теме? Ну, либо есть, но кто-то не поднял руку. Имейте в виду, что у нас изменились 8 июня этого года, вступили в силу поправки, которые распространяются с начала 1 июня 2015 года, то есть задним числом, и некоторые вещи там ухудшились. Первое, что ухудшилось, и это многие мои коллеги отмечают и говорят, что придется думать серьезнее, это то, что любое иностранное юридическое лицо, будь то оно на Кипре, будь то оно на различных Виргинских островах и так далее, если оно управляется из России, директорат или управленческий персонал находится в России, решения принимаются в России, то в этом случае такое юридическое лицо априори признается налоговым резидентом Российской Федерации, то есть оно обязано подавать российскую налоговую декларацию по налогу на прибыль, показывать все доходы, все расходы, которые были получены тем юрлицом там за границей, рассчитывать по этим правилам по российским налог на прибыль и платить его в российский бюджет. И то, что вы там платите где-то в той стране, это вопрос, зачтут вам здесь в России или нет. Вопрос наличия соглашения об избежании двойного налогообложения. То есть если кто-то работает с применением иностранных компаний, озаботьтесь этим вопросом, посмотрите, не получится ли, что ваша иностранная дочерняя компания по факту будет признана российской компанией и будет заставлено сдавать и платить налог на прибыль по русским правилам. Второй момент, уведомление об участии в иностранных организациях. Если кто-то прямо или косвенно вдруг как-то засветился в иностранной организации, например, является учредителем, участником, акционером и так далее, если доля более 10%, если меньше, то не страшно, если доля более 10%, то вы обязаны были до 15 июня сообщить в налоговую инспекцию эту информацию. Не сообщение за каждую компанию, в которой вы участвуете, 50 тысяч рублей. Если у вас 10 компаний, в которых вы участвуете, то это, соответственно, 500 тысяч рублей штраф. И что здесь хочу отметить? Все, когда читают об этом, думают, ну это Кипра, Кипра у меня нет, у нас дочерняя компания в Казахстане. Ребята, Казахстан это тоже заграница. И то, что мы не будем применять сложные правила, которые относятся к офшорам, это одно. Но то, что мы должны были сообщить, что мы участвуем там, это другое. И вы могли напрямую не участвовать. Вы могли создать компанию, а эта компания могла учредить дочернее общество. И вот если у вас косвенно посчитать будет больше 10%, вы тоже должны были сделать такое сообщение. Вот тут, к сожалению, эта тема присутствует. Остальное было в прошлой партнерке, я рассказывал более подробно, поэтому не буду останавливаться про уведомления о Киках и про уплату налога с прибыли этих иностранных компаний в России. По электронной подписи для первичных документов, наконец-таки, не прошло ей много-много лет, как Минфин подтвердил, что между компаниями можно обмениваться документами электронными с любым видом электронной подписи. По нашему закону 63 ФЗ у нас существует три вида электронной подписи. Простая электронная подпись – это обычный пароль из чисел букв. Усиленная неквалифицированная электронная подпись – это подпись с элементами, может быть, шифрования, либо без шифрования, но она не выдана уполномоченным, аккредитованным, удостоверяющим центром. Она выдана какой-то компанией, например, банк организует свою собственную систему подписания клиентами платежных поручений. Вот это и есть усиленная неквалифицированная подпись. И третий вид – это самый серьезный усиленная квалифицированная электронная подпись, которую мы получаем через оператора связи, через уполномоченный центр. Так вот, раньше считалось, что для обмена между компаниями применима только третья подпись. Но теперь все-таки, наконец-таки, с подачей налоговиков Минфин согласился. Между компаниями, между собой они могут обмениваться любым видом документов, подписанным любым видом электронной подписи. Есть одно условие. Вот эта квалифицированная, она признается вне зависимости от наличия всяких соглашений, просто потому что по закону она является априори подписью-печатью на бумажном носителе. А вот эти две другие, они признаются в том порядке, который установлен соглашением между этими обменивающими сторонами. То есть между вами должно быть соглашение о том, как применять эти подписи, как их генерировать, кто их контролирует, по какой процедуре, как рассматриваются споры в случае возникновения. И вот если у вас все это выполнено, вы такое соглашение создали, то вы можете обмениваться и считать, что эти документы равносильно бумажным, подписанным с подписью и печатью. В налоговую вы тогда их распечатываете на бумажном носителе и представляете со своей заверенной, вот этой усиленной квалифицированной подписью. Квалифицированная нужна только для того, чтобы отправить в налоговую. По другим новшествам. У нас с вами в прошлой партнерке, я говорил про командировочные расходы, у нас с 8 января этого года не нужны командировочные удостоверения, то есть они не являются обязательными. Я как раз сегодня хочу у коллег своих на регистрации спросить, интересно, много ли было тех, кто приехал с командировочными удостоверениями. Я знаю, что приезжают с командировочными удостоверениями из тех компаний, где 500 тысяч человек работает, и там командировка контролируется по-старому, с разрешительным порядком и так далее. Мелкие компании, как правило, отказываются от этих командировочных удостоверений и печати. Отчет в пенсионный фонд по новой форме. Бухгалтеры, к сожалению, страдать ваши будут. С полугодия придется сдавать по новой форме отчет в пенсионные фонды, а там сведения о всех работниках, о всех зарплатах и так далее. Выписки из EGRU теперь можно с сайта налоговой получить с электронной подписью. Даже если у вас нет электронной подписи, вы можете зарегистрировать свой кабинет на e-mail и туда получать PDF-ные файлы с электронной подписью. То есть контрагенту вы можете отправить выписку из госреестра с электронной подписью. Подоходный налог работникам, если они у вас из стран-членов ЕАЭС, это Белоруссия, Казахстан, Армения, 13%, это не вызывает сомнения, были раньше некоторые проблемы. Личный кабинет физических лиц с 1 июля открывается на сайте налоговиков, то есть вы можете все уведомления заказать, получать туда. Стоимость основных средств повышается с января 2016 года до 100 тысяч рублей, то есть все оборудование, стоящее дешевле 100 тысяч, вы сможете сразу списывать затраты, а не так, как сейчас, компьютер ставите на 3 года амортизации. И отчет по подоходному налогу с 2016 года придется подавать ежеквартально, а не раз в год, как это сейчас. Это тоже дополнительно новая работа. И последний момент. У нас есть еще пара дней для того, чтобы свериться с налоговиками, вот по какой причине. С 1 июля они переходят на новые программные обеспечения по ведению ваших лицевых счетов. Так вот, они предупредили, что мы туда заносим данные только с 1 июля 2012 года. Если у вас есть какие-то платежи, которые зависли на других КБК, на других бюджетах, на других видах налогов, и вы их хотите перекинуть, учтите, что с 1 июля, говорят они, такой возможности не будет, потому что доступа к этому ресурсу больше не будет. Поэтому, если у вас есть такие моменты, то отследите их за последние оставшиеся два рабочих дня этого полугодия. На этом все. Круто. Пожалуйста, вопросы буквально несколько. Я попрошу пока презентацию ставить. Включен? Раз, раз. Спасибо большое. У меня такой вопрос по поводу выписки электронной. Подскажите мне, пожалуйста, у нас на многие организации для участия в тендере просят выписку, не позднее полугода со дня получения. Насколько, я так понимаю, что данная выписка электронной приниматься не будет? Правильно? Потому что у нас обычно просят те же госучреждения, чтобы эта выписка была с живой печатью, то есть синий. Вопрос. Если это уже разрешено, то как, соответственно, это поменяется, или, может быть, уже поменялось, с точки зрения тендерной документации и тендерного закона, так скажем? Смотрите, вот этот ресурс открыли пару дней назад. Только лишь пару дней назад. Он выпущен в соответствии с новыми правилами ведения госреестра. Поэтому он официальный, он соответствует новому этому правилу. Но здесь есть одна хитрая особенность. Даже сейчас при организации тендеров и госконтрактов рекомендуется организаторам запрашивать выписки самостоятельно. Но они могут начать запрашивать на бумаге по своему собственному усмотрению. То есть это не единая политика, а это, так скажем, допущение, которым сейчас все пользуются. Вопрос, согласятся ли эти организаторы торгов принимать эту электронную подпись, я за них не смогу сказать. Практика, скорее всего, покажет, что в первое время вы все равно столкнетесь с этим. Но вот лично я уже настаиваю, когда мы общаемся даже с крупными контрагентами, я говорю, ребята, я вам пришлю оттуда выписку, а если вы не верите мне, то сами зайдите через этот кабинет, через свой, и там сами ее закажите. Но я для вас не пойду получать бумажную выписку, потому что здесь есть ЭЦП, и она прямо проверяется. То есть это все только практика. Добрый день. Вопрос по авторским правам. Сейчас тема опять высоко, скажем так, рисковая стала. Каким образом в России нам подтверждать законность использования видеофотоизображений из фотобанков? Потому что суды уже есть прецеденты, когда кто-то идет в депозитарий, относит картинку, а потом приходит в суд и говорит, вот у меня депозитарий, это моя собственность, хотя картинки из фотобанков. Есть какие-то прецеденты или пути, каким образом фиксировать законное использование? Вопрос сложный. На самом деле конкретных кейсов сейчас, чтобы вам рассказать, у меня нет. Но все определяется условиями того фотобанка, которым вы пользуетесь. Вам нужно смотреть именно условия, которые в самом фотобанке размещены. Покупка? Покупка, айди. Ну на самом деле это уже, чем дальше мы начинаем об этом говорить, тем больше тонкостей, тем больше нюансов. Если кто-то в депозитарии это зафиксировал, то я боюсь, будет проблема все равно. И вам придется обращаться туда, в тот фотобанк, для того, чтобы как-то разрешить эту проблему. Без этого, скорее всего, вряд ли обойдется. Кость, последний вопрос. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Считается ли теперь электронная переписка по электронной почте простой электронной цифровой подписью, в том случае, если это было изначально указано в подписанном собственноручном договоре с печатью и подписью? То есть обмен дальнейшими документами по имейлу признается подписанным электронной подписью? Если там будет простая электронная подпись, а она должна быть как-то туда имплементирована, скажем так. Ну, сам адрес имейл. Нет, сам адрес имейла это не… То есть мы должны в договоре прописать некоторый условно-цифровой код, который должен содержаться в каждом письме, тогда это будет считаться подписью. Но это должен быть не просто один на все время пароль записанный, это должна быть прямо система генерирования этих паролей, система их смены, кому они присваиваются и так далее. То есть это должно быть прямо комплексное мероприятие. То есть просто сказать, что вот четыре этих цифры в любом письме – это, значит, подтверждение моего авторства, это тоже достаточно все-таки рискованно. Это нужна система. Вы ничего не говорили про вводящийся с 1 июля торговый сбор по Москве и, видимо, который распространится по всей стране. Не могли бы дать какое-нибудь разъяснение по нему? По торговому сбору могу сказать следующее. Скорее всего, нас он не коснется, поскольку торговый сбор будет действовать для тех оффлайн-торговцев, которые имеют торговые точки и осуществляют розничную продажу товаров. Этот торговый сбор может быть введен только в субъектах, в городах федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В остальных регионах этого просто априори пока быть не может. Поэтому про распространение других это точно нет. Про распространение здесь, в Москве, нас это точно не будет касаться. Интернет-торговля, интернет-магазины, они, скорее всего, поскольку в силу отсутствия торговых площадей, они не попадают под уплату этого торгового сбора. И последнее. Даже если вы этот торговый сбор вдруг будете обязаны платить, уплаченный торговый сбор уменьшает ваш другой налог, либо упрощенку, который вы оплачиваете, либо налог на прибыль, который вы платите. То есть это фактически предоплата упрощенного налога, либо предоплата налога на прибыль. Костя, спасибо большое. Спасибо, что ты нам всегда такой ликбез проводишь.